здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале мы все с вами имели возможность убедиться что итальянцы действительно умеют классно одеваться есть примеры стрит стайла что мужского что женского когда прямо таки дух захватывает вы также знаете что я начала показывать витрины достаточно давно возможно еще раньше чем начала снимать стрит стайл сегодня мы посмотрим с вами как на стрит стайлеров так и на витрины и я расскажу вам об определенных приемах которые я вижу считываю когда смотрю на красиво оформленные витрины первый прием и для меня он самый главный и самый простой в использовании это красивое сочетание цветов посмотрите какие простые эти два образа но за счет фиолетового а точнее за счет красивого сочетания конкретно этого оттенка коричневым и конкретно этого фиолетового эти две манекен и и группы такие красивые вот пожалуйста пример красивое сочетание цветов образ силуэт на очень простой это пальто возможно и не подходит сеньори возможно есть для нее более удачная модель мы с вами не можем этого знать мы и увидели мельком но это Это образ, построенный на красивом сочетании цветов. Белый и бирюзовый. Белый и любой яркий цвет. Я часто об этом говорю. Яркий зеленый, желтый, blue electric называется так этот цвет на итальянском. Также фуксия. Белый и красный. Это цвета, которые будут смотреться очень хорошо вместе. И образ будет красивый, выигрышный только за счет красивого сочетания цветов. Вот еще пример очень удачного, очень простого, очень красивого образа, который силуэтно очень прост. Здесь могло бы быть любое пальто, но важен именно цвет. И безусловно, красивое сочетание бирюзовой сумки и именно такого цвета пальто делает этот образ привлекательным. Пожалуйста, имейте в виду, что белые брюки, они неспроста так любимы итальянками. Белые брюки универсальны для любой базы, для любой верхней одежды, для любого верха. Белые брюки, либо белая юбка. Но белые брюки лучше, потому что белая юбка оставит нам часть открытого тела. Должны мы будем покрывать наши ноги плотными колготками, либо, опять же, добавляется натуральный цвет тела. А именно белые брюки дают абсолютно красивый, со всем сочетающимся белый цвет. Белые брюки универсальны для составления любых красивых ансамблей. Просто наличие белых брюк в гардеробе любого фасона. Кстати, это могут быть даже белые джинсы. И обратите, пожалуйста, внимание, не кремовые, не цвет масла, а именно белые, как белый лист брюки. Это уже готовая сама по себе формула, которая работает безотказно. Белые брюки, плюс что бы то ни было, всегда будет смотреться очень хорошо. Образ на девушке очень интересный для того, чтобы его считать. Помимо того, что это красивое сочетание цветов, белый и темно-синий, белый и золотой, это всегда красиво. Плюс имеется необычный принт на ее пальто. Также важно понимать, что это контрастный образ, светлая база и темная верхняя одежда. Вообще, можно использовать только несколько принципов красивого сочетания одежды. Это красивое сочетание цветов, это способ контрастности. И также несколько способов о них я поговорю либо чуть дальше, либо в другом видео. А здесь хочу обратить ваше внимание, конечно же, на очень трендовый наряд. Это витрина этого года, это, безусловно, коллекция этого года. Мы имеем горох, он очень популярен. Мы имеем также бант, либо шарф на блузе, либо на платье. Эта деталь, она появилась и стала популярна именно в этом сезоне. Но посмотрите, как интересно подобраны аксессуары. Если раньше мы могли бы подумать, что белая сумка это исключительно летний аксессуар, а черная наоборот, это зимний аксессуар. Уже в прошлом году я начала говорить о том и обращать ваше внимание, потому что сама обратила, что именно, внимание, аксессуары из черной гладкой кожи потрясающе смотрятся с белым хлопком и, соответственно, с белыми хлопковыми нарядами. То есть блузка, хлопковые белые брюки, хлопковые белые, либо это может быть даже футболка. Плюс гладкая черная кожа, это смотрится очень-очень красиво. Обращайте, пожалуйста, внимание на детали на вашей одежде. Если пуговицы на вашем пальто, либо тренчи коричневого цвета, скорее всего, именно коричневая обувь, коричневая сумка, возможно, платок или шар с коричневыми вкраплениями будет наиболее удачно сочетаться с вашей одеждой, и ансамбль получится гармоничным. Если на вашей одежде черные пуговицы, имейте в виду, что это то, за что стоит, что называется, зацепиться, ухватиться и, соответственно, подбирать другие аксессуары, либо еще один слой одежды, исходя из цвета пуговиц. Это просто может быть ориентиром для того, чтобы составить гармоничный образ. Потому что очень часто, когда мы видим красивые образы на витринах, на людях, мы не всегда их можем разложить. Когда вы освоили сочетание красивых цветов, когда вы научились добавлять аксессуары, рисковать, и вам не страшно, пробуйте играть на таком правиле – аксессуары, которые красиво по цвету сочетаются с ансамблем и с вашей одеждой. Посмотрите на молодого человека, ничто не случайно, это высший пилотаж. Темно-синий пиджак прекрасно будет всегда сочетаться с бежевым, с цветом camel. При этом и шейный платок подобран таким образом, чтобы он красиво смотрелся относительно темно-синего цвета. Посмотрите, оранжевая сумка, она будет очень красиво смотреться на фоне чего-то голубого, в данном случае голубого пальто. Цвет – это очень важно. Аксессуары – это важно. Попробуйте красиво сочетать, составлять красивые, вкусные цветовые комплекты, сочетая не просто слои одежды между собой по принципу красивого сочетания цветов, но и добавляя аксессуары, которые будут смотреться красиво, сочно, вкусно именно с данной одеждой, с данным комплектом. И для того, чтобы освоить умение красиво сочетать цвета, не нужно ничего, кроме того, чтобы прикладывать в момент выбора вашей одежды цвета друг к другу. Согласитесь, этот фиолетовый, он точно такой же, как и на комплекте с темно-коричневым, который был в начале видео, этот фиолетовый не так красиво смотрится с этим светло-коричневым-золотистым. Цвет – важно, но понять, насколько он красиво сочетается с другим цветом, можно просто, приложив цвета друг к другу. На мой взгляд, безотказно работает правило «не более трех цветов в одном ансамбле». Это значит, что слоев одежды может быть много и компонентов в ансамбле может быть много, но мы используем не более трех цветов. А если вам удастся, имея многослойность, несколько компонентов в вашем ансамбле использовать всего два цвета, это действительно очень сложно. Вы увидите, насколько красивым получится ваш комплект. Если мы будем внимательно смотреть на то, как оформляют итальянские витрины, мы наверняка заметим, что в большинстве случаев, когда компоновки ансамблем нам нравятся особенно, используются не более трех цветов. При этом аксессуары могут быть любого цвета, которые не использовались в ансамбле. А обувь и сумка могут не сочетаться между собой ни по цвету, ни по фактуре. Обратите внимание вот на такой красивый голубой. Этот цвет пасмурного неба. Этот голубой, так же как и темно-синий цвет ночного неба, на мой взгляд, являются универсальным цветом именно для сумки. Свою следующую сумку мне бы хотелось иметь в цвете темно-синим, в цвете индиго. Это необычный цвет. Он будет очень красиво смотреться на фоне светлого слоя одежды. И он не будет теряться на фоне темного слоя одежды. Я всегда говорю о том, что для меня самый важный цвет. Но так было не всегда. Раньше мне казалось, что фасон и силуэт – это важнее всего. Если силуэт красивый, то нам кажется, что человек одет красиво. Но гораздо проще составлять ансамбли, используя красивое сочетание цветов и принцип красивого сочетания цветов. Такое, что я могу сказать, что я не знаю, это очень介终. Такое место, это очень куда-то по-скочищает на фоне светлого слоя. Субтитры делал DimaTorzok И обращаю внимание прежде всего на красивое сочетание цветов И таким же образом теперь я подбираю себе одежду сама Неважно, собираюсь я ее купить, либо я собираюсь на выход и думаю, что же мне надеть Не более трех цветов, при этом обилие фактур Совершенно не компонующиеся и не сочетающиеся между собой аксессуары Это прежде всего обувь, а также сумка Ну и если мне предстоит купить из двух одинаковых вещей только одну Я смотрю на цвет, который прилегает к лицу и делает мне эффект фотошопа Ну и также смотрю и думаю, с чем же я все это буду носить И прикладываю всегда одежду друг к другу, прежде чем окончательно сделать выбор и решить, что же сегодня мне надеть Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все Помните, что выглядеть хорошо и красиво, одеваться классно Это прежде всего способ повысить самому себе настроение Желаю всем чувствовать себя на все сто Увидимся очень скоро Это была Яна Скворцова Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok